Геннадий Семенов обратился к нам в редакцию с просьбой от всех жителей близлежащих домов обратить внимание на то, что игровая площадка находится в состоянии, которое угрожает здоровью играющих на ней детей. Несмотря на то, что она совсем новая, все оборудование было заменено в октябре прошлого года. Площадки оказались бесхозными. Нету хозяев на этих и ответственных за эти площадки. Видите, грязь, мусор, видите, никто не убирает. Качели, которые стоят, они уже без качели, без качалки сняты. Дорожка подвесная, на цепях вон висит она, значит, тоже уже, можно сказать, демонтирована. Могут поломать дети ноги. Кто будет за это отвечать? Качели, как рассказали местные жители, были сняты через неделю после установки. Металлическую конструкцию, оказалось, можно очень легко разобрать. Но замена так до сих пор и не появилась. Обращался я по этим вопросам к Ускову Александру Евгеньевичу, который здесь проводил собрание по поводу благоустройства территории, наших домов. Значит, Усков сказал, что у нас эти площадки пока еще на гарантии. Мы обязательно этот вопрос решим. Проходит вот уже год, вопрос не решается. Также жители обратили внимание на то, что рядом с оборудованием площадок желательно бы размещать инструкцию по использованию. А у входа на детскую или спортивную площадку необходимо вывешивать правила поведения на объекте. Должны быть телефоны висеть, номера телефонов, куда обращаться в случае и как вести себя детям вот на этих площадках. Ирина на эту площадку вместе со своими детьми приходит почти каждый вечер. Вы знаете, площадка замечательная, солнечная. Вот здесь вечером последние солнечные лучи мы ловим. Детей тащим вот сюда, потому что здесь солнце, нету ветров, она закрыта. Вообще комплектация просто бесподобная. Посмотрите, и для взрослых, и для детей, и для малышей дети заняты, родители заняты. Вообще мне очень тут нравится. Вот единственное, что сейчас нету качелей, нету вот этой вот дорожки, там вообще можно ноги попереломать. Кроме того, на детской площадке установлены всего две лавочки, которые ночью оккупируют нетрезвые компании. Вопли, крики, стоны, и я вам не передать это не могу, и никакой правы нет. И как будто бы вот так все и надо. И как тут жители, вот я с той стороны дома живу, и то это невозможно слушать. А как вот здесь, а это я вообще не понимаю. Пусть рейды хоть как-то приезжают, их как-то в порядок приводят. Вопрос благоустройства этой территории так и остается нерешенным. Но жители не собираются оставлять ситуацию в подвешенном состоянии. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.